Театр И все пытаются что-то обнаружить. Проверяющие говорили, что все эти проверки основаны на каких-то жалобах, но конкретно никто ничего не говорил. Вот недавно мы об этом узнали. Мне показали официально эту жалобу. Это оказалось шесть наших сотрудников, у которых есть определенные несогласия с руководством театра. Но в общем собрании коллектива, коллектив несколько раз, вернее два раза пытался у них уточнить, какие же все-таки претензии у этих петиционеров. Они отказались ответить коллективу. Но мы узнали. Там инкриминируется воровство, мертвые души, что тратятся деньги на спортивный винтарь, а не на какое-то другое оборудование. Но все эти проверки, вышеперечисленные, никаких серьезных нарушений не нашли. И однозначно никакого финансового ущерба театру руководством не было нанесено. Но вот Национальный орган по неподкупности, они запросили документы с 2016 года, и они обнаружили какие-то нарушения. Да, это нарушения, которые связаны с конфликтом интересов. Дело в том, что в театральной среде, ну бывшего СНГ как минимум, принято и даже приветствуется, когда в театре служат династии. Я являюсь тоже членом театральной династии. Моя супруга тоже является членом династии. И на сегодняшний день в нашем театре служит народная артистка Светлана Дмитриевна Туз, которая является и моей тещей, и моя супруга, о которой я говорил, Алла Туз Харет. Они были актерами в театре Чехова еще до того, как я пришел сюда служить актером. Потом на протяжении моего директорства в театре был принят сын Дмитрий, который учился в театральном лицее, который был студентом актерского факультета в Академии музыки театра изобразительного искусства. И в связи с тем, что у нашего театра нет возможности набирать актеров русскоязычных, так как наша Академия не готовит, он и еще другие молодые актеры были приняты в труппу театра. Но это мне было инкриминировано. В любом случае, я подал на протестование решение национального органа по неподкупности, и прав был я или нет, скажет, вынесет решение судебная инстанция. К сожалению, мы не смогли отпраздновать наше 85-летие. Наше приглашение для участия в больших гастролях чуть было не сорвано из-за этих петиционеров. И вот эти шесть человек, которые решили перевернуть наш театр, не оставили равнодушными остальных сотрудников. И из 115 сотрудников театра, 96 сотрудников написали коллективное письмо о ситуации, которая происходит у нас в театре. И отправили вышеназванное письмо в президентуру, в парламент, премьер-министру, министрам культуры. Также было направлено письмо и господину Васнецову, чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Молдова. Это письмо находится у меня. И в этом письме, вот здесь все наши, все подписи, вернее, не наши, а коллектива. В этом письме коллектив просит помочь разобраться в сложившейся ситуации. Потому что я считаю, что все эти петиции направлены были только на одно, на дестабилизацию творческой атмосферы в русском театре с последующим его разрушением. Также решением художественного совета и на основании жалоб и отказа основной части актерского состава играть с вышеуказанными петиционерами из-за грязи, которую они льют на наш театр в соцсетях, из-за заказных статьях, которые дискредитируют авторитет театра и руководство. Большинство актеров отказались играть с вышеупомянутыми петиционерами. Вот здесь все эти заявления. И на основании этих заявлений художественный совет решил заменить данных актеров, вернее, из шести, только трех. Я хочу сказать, что среди петиционеров это бывшая секретарша, это осветитель, это бывшая девушка моего сына, которая два года жила у нас. И еще трое артистов. Один из них Юрий Андрющенко, который играет все главные роли почти в нашем репертуаре. Я сейчас хочу обратиться к нашим зрителям, к нашим друзьям из-за границы, поддержать русский театр в Молдове. Я прошу вас заступиться за нас. К сожалению, сейчас мир находится в очень тяжелом положении, пандемия, умирают люди. Но будет плохо, если еще и умрет русский театр. Есть три главных лица, я назову фамилией. Мадан, Шац и Казаченко, которые, прикрываясь высокими словами об искусстве, о высоком театре, хотят сместить Константина Спирча Харьета и стать на эти горячие, жирные места, как сказать, директор, худрук. Ну и там они поделят все это. Вот и все. А об искусстве тут и говорить нечего с ним. Понимаете? А эти таран, девочки, которые пять человек или шесть, это ихний таран. Вот и все. Серые кардиналы добиваются одного. Сместить любыми способами с должности генерального директора театра имени Антона Павла Чечехова Константина Спирча Харьета для того, чтобы в будущем овладеть зданием в центре города и разрушить русский театр. Чего мы не допустим. Президент дал, ну, не указание, а господину министру, господину Поповичу. В ближайшее время, так как у меня истекает срок, и они пытаются этими заявлениями, да, это, как правильно сказать. Ну, в общем, было дано указание министру в ближайшее время продлить со мной контракт. Если не ошибаюсь, они были в феврале месяце, да, но до сих пор контракт со мной не продлен. В законе о театре написано четко, что договор с директором театра заключается сроком на 5 лет. Не до, а на 5. Со мной был заключен контракт только на 3 года. По непонятным мне причинам. Поэтому коллектив заступился, так как сейчас в октябре месяце истекает срок моего контракта. Но если речь идет только о снятии директора с должности, я готов хоть завтра уйти. Потому что я здесь не из-за зарплаты. И в течение 10 лет я выхожу на сцену и играю бесплатно. И вчера я сравнил с зарплатой. У директора театра на 890 лей больше, чем у заслуженного артиста нашего театра. То есть мы здесь не из-за денег. Здесь мы из-за идеи. И когда меня награждали в Кремле, я сказал, что здесь у нас клочок, островок русской культуры. И может быть, кого-то не устраивает, почему в русский театр так часто ходят люди. То есть люди, которые за мной стоят, это люди, которые работают на энтузиазм. Для них зарплата, безусловно, занимает важную роль, но это второстепенно. Мы несем свет. Да, действительно, мы семья. И когда у одного из членов семьи проблемы, неужели они думают, что они никак не касаются остальных членов семьи? Это раз. Второй пункт. Они постоянно пытаются уличить. Да, у нас есть такие случаи, когда молодые артисты, которые пытаются прокормить семью, занимают сразу две должности. У нас есть артист, который подрабатывает в свободное от спектакля время, подрабатывает звукорежиссером. Скажите, пожалуйста, ну вот Константин Спиридович в силу своей интеллигентности не назвал фамилий. Мы в течение года не называли фамилий. Хватит. Хочется спросить у Оли, мадам, в то время, когда ее свекр был и директором, и художественным руководителем театра. На каком основании и она занималась здесь две должности? На каком основании чисился здесь ее муж Тудор, который чисился переводчиком, но его в театре никто в глаза не видел? На каком основании эта девочка Ирина Тарасюк, которая в течение двух лет жила в доме у господина Харет, у его супруги Аллы Туз Харет, встречалась с их сыном Дмитрием Харет. Она сейчас выворачивает все белье наружу. Это честно. Они считают, что они разделили театр на две части. Они сибельстят. Театр состоит из 115 человек. Их шесть. Вы, если можете обратить внимание, здесь находятся артисты, которые в театре полгода, и народные артисты, которые всю жизнь отдали этому театру. И поколение, и молодое, и среднее поколение, и наши аксакалы-метры, мы все поддерживаем Харета. Оставьте его в покое. Мы готовы выйти на забастовку. Наши команды уже ждут, команды «Старт» ждут и российские, и украинские СМИ. Константин Харет является членом Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Они тоже нас готовы поддержать. Да, наша инициативная группа выразила нежелание выходить с ними на одну сцену. В этом обвиняется опять же Константин Харет. Его действий здесь нет. Это чистая инициатива артистов. Сменялись более десятка, а может быть и того больше, руководителей театра, в частности, на посту директоров. Я не припомню и не могу сказать ни одного слова плохого в отношении Константина Спирча Харета. Мне уже доводилось и по телевидению, и на коллективе. И я повторю еще раз, ни одному из этих директоров не удалось сделать столько полезного, нужного и важного для нашего театра.